Итак, всем привет, с вами Домгай, и мы продолжаем играть в Heroes of FireRank 4 за Китай, в мод Millennium Dawn. В прошлой серии мы построили себе прекрасную экономику, продолжаем в принципе строить наш военно-промышленный комплекс. Лот тоже у нас потихоньку готовится, конечно, не самых последних технологий. Все-таки здесь можно чуть-чуть еще некоторые улучшения получить, можно немножко подучить новые эсминцы поделать, но этого должно хватить как минимум на ближайшие страны. Для войны с США мы, конечно, пока что еще не готовы на море, по крайней мере. В принципе, вполне возможно, что мы просто подаем ее политически, как сейчас у нас происходит с Индией. А мы тем временем начали уже оправдывать войну с Японией, и как только оправдание закончится, мы нанесем удар. У нас уже здесь готова целая армия неплохих морских дивизий. Я сделал их ширины фронта 30. Комплектованная БМП, неплохая броня. Хотя, конечно, я думаю, сейчас у любых практически дивизий будет пробить этой брони, да? Ну, скорее всего, да. Тем не менее, здесь будет 18 морских дивизий. Сразу же на поддержку мы отправим 18 дивизий нашей регулярной армии. Они еще нет полностью укомплектованы, но это скоро изменится. И здесь есть небольшие резервы ВДВ и спецназа. Конечно, у нас еще есть огромный резерв, как вы можете видеть, регулярной армии. Но здесь тоже очень много где не хватает БМП, поэтому я бы, конечно, хотел сначала ограничиться какими-то локальными более силами. Тем более, что Япония на самом деле выглядит очень слабой по военной мощи. Ну, а что ж, перейдем к нападению. Нападение. Мне не пришлось ждать, причем вообще. Япония напала на нас сама. Буквально сразу же, потому что у них был казус Белли из-за того, что мы делали сохранение над морем. Собственно говоря, сейчас я тогда сделаю небольшие действия с лотом, и мы продолжим. Так, реорганизовали немножко наш флот, отправили отдельно охотиться на конвою, отдельно наш флот с генералом. Прокачали ему минус заметность, потому что это один из самых главных, собственно говоря, параметров. И сейчас, как только флот нас достигнет, вот он достиг, мы нападаем. Снимем чуть-чуть скорость. Вижу здесь, у нас потопили это, я так понимаю, наши, японцы. Бомбят наши самолеты. А стоит тогда, я подозреваю, сделать вот так, и перебросить их, пожалуй, вот сюда. Должно улучшиться чуть-чуть положение. Попадает нам, конечно, авиабаз под Японией. Вот наши подлодочки, а где же наш флот тем временем? Тут, наверное, сделать вот так. Изберя на это все, мы успешно десантировались. Делали себе авиабазу, а значит что? Значит мы сейчас же перебрасываем сюда авиацию, помогать нашей флоте. Есть здесь фронт. Отлично, мы пробиваемся, там какая-то очень плотная дивизия. Укрепленность, там есть опыт. Ну ничего, мы без проблем, я думаю, все равно сможем продбиться. Так и есть, все проходит пока хорошо. Единственное, они выделили авиацию. Так, а вот, кстати, и наш флот стопил в бой. Как мы можем видеть, японский флот не смог выдержать. Вот, пять эсминцев, пять фрегатов и один корвет. Здесь еще одно сражение. И вот гордость сейпонского флота потонула вместе с боевыми вертолетами и конвоями. Собственно говоря, на этом морские сражения, я думаю, закончились. Нам очень хотелось бы, конечно, перебросить чуточку больше авиации. Давайте перебросим пару твинив истребителей. И заберем отсюда парочку ударов. За счет этого. Вот еще одно сражение. Я вижу, что мы на самом деле потеряли немножко фрегатов. Но с ним четыре фрегата и семь эсминцев прекрасно. Сможно, у нас даже немножко опыта успел получить. Ну да, наш адмирал. Это, конечно, хорошо. Пытаемся мы пробиваться. Пытаемся сделать вот так. Мы наносим неплохой урон, на самом деле, авиации. Отлично пробили здесь. И сейчас мы перейдем уже к основным и непоским территориям с этого острова. Защищаются они неплохо, но я думаю, авиация перебет их как нечего делать. Как мы можем видеть, местность нам очень сильно мешает. Все-таки, конечно, палмы сложно пробиваться. Все время они, японцы, сделали микровысадку. А, я так понимаю, это стусимы. Кстати, у нас подзакончилась тополева. Добавано, что торговля с Россией нам нужны конвы. Быстренько закажем побольше, чтобы моментально восполнить запас. Здесь мы успешно пробиваемся. Ну и потихоньку сейчас Япония падет. Так, после не сильно кровавых боев, на самом деле, ну как, по крайней мере, для китайского народа, мы, можно сказать, взяли большую часть Японии. Помогло нам то, что мы забрали авиабазу вот здесь вот, перебросили сюда побольше самолетов. И, конечно же, ну, самолеты действительно решают бои. Даже если они начинаются красными, казалось бы, закончатся они точно зелеными и быстро. Даем третью скорость. И вот, Япония капитулировала. Стоит подумать, на самом деле, что с ней сделать. Так, немного подумав, я решил, что мы возьмем в Японии острова. То есть, вот эти, вот эти, здесь, в Тихом океане. А основную часть Японии сделаем просто марионеткой. Поэтому нам эти порты будут еще могут пригодиться нехило. Допустим, здесь нам их очень не хватало. А для Тайвани вот эти авиабазы будут очень полезны, конечно же. И в будущем, возможно, здесь какие-то наступления. С помощью их можно будет сделать полегче. А сама Япония пускай управляется просто марионеткой. Потому что, почему бы и нет. Теперь давайте посмотрим, там еще был фокус. А вот, нам еще нужно у них влияние, чтобы получить военную базу. Но я думаю, нам это не нужно. Мы, конечно же, пойдем, я думаю, к объединению с Тайванем. Ну, параллельно я сделал другие фокусы, на Тайвань. Мы можем напасть и просто так. Верно. Ну да. Так что, переходим к Тайваню. Так, за Кореей все-таки заступились западные державы. Причем из разных альянсов. Пожалуй, пока что мы не будем из-за этого на нее наступать. Корею я сказала на Китай, Тайвань. Все-таки, прямо сейчас воевать я бы не хотел. Поэтому я попробую присоединить, на самом деле, их мирным путем. Просто влияя на них постепенно. Тем временем, мы тут очень неплохо все пробили влияние в Индокитае. Я думаю, скоро мы, в принципе, заимаренитим здесь много чего. В Африке я потихоньку начинаю амаренитись. Вот у нас Сомали уже присоединился. Уганда. Нет, Руанда. Потихоньку сюда на себя, я думаю, довоюют. Здесь вот эти страны сейчас довоюют, станут марионетками. В США мы уже имеем неплохие... Неплохие проценты влияния. 40% в США уже потихонечку, я думаю, упадут. То крупные державы, не имея влияния, собственно, рынком, могут стать еще марионеткой. Индия уже практически наша марионетка. Итак, благодаря, можно сказать, нашим некоторым акциям в Индии началась гражданская война. Давайте посмотрим на силы. На самом деле, они очень даже равны. Здесь, конечно, побольше промышленности, но здесь буквально чуточку больше дивизий. Я, конечно, ожидал победы наших сил, но ничего. Давайте поможем нашей стороне немножечко снаряжением. Все-таки, причем бы и нет. Я думаю, им это пригодится. Дадим им такой плотный напор Всего. Я думаю, пока хватит. Можно им дождать стареньких танчиков наших. Немного разведывательных танчиков. Ну давайте, много целевых истребителей. Я думаю, с этой поддержкой они справятся. Тем временем, Северную Корею мы смогли сделать парионеткой. Можно дать им... К военным и не можем, да? Нет, можем. Давайте дадим им доступ. К военным нашим системам разведывательным я тогда должен дать им некоторые бонусы. И не приводит ядерные силы к бою. Страшное, конечно, заявление. Но судя по всему, в нашей Индии все-таки дивизии чуть-чуть больше. А еще сейчас должен доехать наш Ленлис, и проблем с снаряжением у них быть не должно. Время здесь мы уже пробиваемся, и здесь тоже мы бесконечно пробиваемся, пока просто наши самолеты не перекрошат все войска противника. Индия просит помощи. вопрос, какая из... Видимо, вот это... Ну, что ж... Но победит Индия наша идеология, судя по всему. А тем временем Британия решила покинуть Европейский Союз. почему бы и нет. Как вы можете видеть, наша Индия очень успешно справляется со всем. Итак, Китай добился уже неплохих успехов. Мы сделали марионетками очень большую часть Азии. Захватили Японию, подчинили, тоже делали марионетками. Айпань, конечно, пока что у нас не получилось взять. Я не еще не совсем готов к конфликту с... полностью всем НАТО. Возможно, перед этим мы сможем выбить США. Как вы можете видеть, они очень-очень слабо контролируют влияние внутри своего рынка. Параллельно мы очень неплохо проникли в Африку. В других странах у нас также очень много влияния. Постепенно мы сможем заболенетить их. Параллельно у нас понемногу идет проникновение в Грецию. То есть я ожидаю, что в принципе вот эта территория будет наше сырое влияние. Ну и, конечно же, мы не можем не заметить Россию. Но Россия, конечно же, к сожалению, не является нашей маринеткой, но союзником. Но мы это исправим. Конечно же, но не сразу. Мы сохраняем все так же статус сферы державы, заимчиваем 15,3%, хотя мы контролируем всего 70% нашего рынка. Уж очень много инвестиций у нас идет. Кроме того, постепенно они влияют. Будем от этого, конечно, исправляться, но пока политическую власть себя больше тратил на то, что повлияет на другие государства. Индия была очень проблематичная, они не хотели поднимать ни экономическую помощь, ни военную помощь, но наконец-таки они сломились. Здесь, между прочим, началась война между Вьетнамом и Филиппинами. Это, конечно же, нам приятно, потому что эти теперь принимают военную помощь только так. Единственное, что будет неприятно, они воевать здесь будут в бесконечности. Так что в один момент стоит нам наступиться на какой-то из страны. Наверное, это будет Вьетнам. Здесь у нас Венесуэла повоевала с Бразилией, проиграла. Теперь это марионетка США. У США здесь имеется целый блок, который называется Лига Свободы. Ну, пускай будет. В нем еще, как вы видите, часть стран Ближнего Востока. Евросоюз чуть-чуть подразвалился, из него вышла Скандинавия, скоро выйдет Британия, но в целом он все так же остается относительно единым. Так что постепенно наши враги становятся сильнее. Думаю, в следующей серии мы займемся тем, что я думаю, закончим влиять на основные страны и уже будем как-то планировать нападение, я думаю, сначала на Европу, а может быть и нет. Посмотрим, как что пойдет. Может быть, мы в Южную Америку высадимся, перейдем в США, может быть, где-то здесь сделаем плацдарм и попробуем посаживаться в Европу. И то, и то нам неудобно, но в Европе у нас хотя бы есть плацдарм в виде России. Так что посмотрим. А с вами был Дубгай. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, ставьте комментарии. В общем, все как обычно. До скорых встреч.